Приветствую всех любителей шахмат! Мы продолжаем смотреть партии матча на первенство мира между Владимиром Крамником и Виши Анандом. И сегодня рассмотрим третью партию этого матча, в которой Владимир Крамник играл белыми фигурами и пошел вперед ферзевой пешкой. Черный отвечает симметрично, после начальных ходов на доске получается славянская защита. И белый, и черный развивают фигуры по направлению в центр доски. Здесь Ананду крепляет центр продолжением Е6, но при этом закрывает своего белопольного слона. Правда, в дальнейшем он намерен развить этого слона на большую диагональ. Итак, белый также открывает диагональ для развития белопольника. Черные выводят коня по направлению в центр, следует ход слон Д3, подготовка рокировки и размен на поле Ц4. С одной стороны черные сдают центр, с другой стороны хотят с темпом напасть на слона, образуя расширенное фианкета для своего белопольного слона. Итак, Виши делает ход Б5, это миранский вариант, слон отступает на поле Д3 и черный применяет вариант Рубинштейна. Старинный вариант, черные защищают пешку на поле Б5 и хотят подорвать центр противника продолжением Ц5, вскрывая диагональ своему слону, который сейчас окажется на большой диагонали. Белый использует свое пешечное большинство в центре и продвигает пешку до поля Е4. Черный отвечает ходом Ц5, завязывается рукопашная схватка. Здесь у белых есть два равноценных продолжения, это ход Д5, а также ход Е5. И Владимир Борисович останавливает свой выбор именно на втором продолжении. В этот момент черным невыгодно отступать конем, поскольку белый получает большое стратегическое преимущество. Нужно идти на форсированный вариант, пробивая на поле Д4 и контратакуя ферзевого коня белых. Если теперь белый забирает на поле Ф6, то попросту в вариантах остаются без пешки и у черных лучшая позиция. Поэтому белые вынуждены здесь идти на контр-жертву, конь Б5, жертвуя в ответ фигуру, используя то обстоятельство, что черный конь сейчас находится под боем. Итак, после взятия на поле Б5, белые не могут брать пешку из-за двойного удара, но вот они забирают фигуру на поле Ф6. Многолетняя практика миранского варианта говорит о том, что черным здесь нехорошо бить на поле Б5 фигурой, поэтому они забирают пешкой на поле Ф6. Белый спрятали короля в безопасное место, черный теперь защищает пехотинца на поле Б5, продолжение ферзь Б6. Белый усиливает нажим на эту пешку и Ананда играет слон Б7. Именно эту систему он подготовил к матчу против Владимира Крамника, которая до данного матча не особо пользовалась популярностью среди гроссмейстеров. Таким образом, черный жертвует пешку на поле Б5, но хотят организовать контр-группу открытой линии Ж против пункта Ж2 и белого короля. Здесь они сыграли слон Д6, заканчивая развитие легких фигур. В шестой партии Анант сразу пошел ладья Ж8 и также эту партию выиграл. Для тех, кто эту партию не видел, ссылку я прикрепляю вверху экрана, а также вы можете посмотреть ее по окончанию данного разбора. После хода слон Д6 Крамник нападает на пешку Д4, Анант контратакует пехотинца на поле Ж2 и Крамник продвигает эту пешку вперед. Но при этом, как мы понимаем, серьезно ослабляется комплекс белых полей в позиции Владимира Крамника. Дальше Анант защищает атакованную пешку, а Владимир Крамник принимает решение пожертвовать фигуру ходом слон Ф4, заканчивая развитие, соединяя между собой ладьи и с идеей использовать централизованного вражеского короля и провисание коня на поле Д7. То есть черный пробивает на поле Ф4, используя связку по линии Ж и оставаясь с лишней фигурой. Белый в ответ забирает на поле Д4 и бросает недружелюбный взгляд на ладью на поле Ж4, а также на пехотинца на Е6. Черный защищает ладью на что следует удар кованым копытом. Белый жертвует еще одну фигуру, раскрывая положение вражеского монарха. После взятия на поле Е6, белый пробивает на Д7, отыгрывая одну из фигур и угрожая вскрытым нападением на черного ферзя. Приходится как-то защищаться от данной угрозы, Анант уходит своим королем влево. Белый сыграли ферзь Д3, с идеей внедриться на поле Х7 и заматывать вражеского короля. Виши защищает поле Х7, предлагая размен ладей. После размена на поле Ж7, белый отыгрывает фигуру. Итак, дым на доске рассеялся, у белых две лишние пешки на ферзевом фланге, но в качестве компенсации черный имеет грозную атаку на королевском фланге. По слабым белым полям, используя мощь своего дальнобойного слона, а также открытую линию Ж. Далее Анант нападает на ферзя, этот ферзь вынужден защищать фигуру на поле Б5, поэтому крамник отступает на Е2. И черный освобождает линию Ж для своей ладьи. От артиллерийского залпа замок белого короля обваливается, и предводитель армии белых пытается спастись бегством. Черная ладья бросается в погоню, белые сыграли А4, защищая слона, и для того, чтобы освободить ферзя от оборонительных функций. Черный дали шаг, если король уходит на Ж1, тогда просто теряется ферзь из-за шага по линии Ж, поэтому приходится идти в центр доски. Ну и здесь Анант играет слон H3, освобождая линию Ж и с угрозой выигрыша ладьи на поле А1. И в этой ситуации Владимир Крамник, судя по всему, решил сыграть на победу и пошел ладья А3, но недооценил активность вражеских фигур. Лучше было сыграть здесь ладья Д1, максимально консолидируя позицию, с неплохими шансами здесь спастись. Ну а после хода ладья А3, белый дали шаг, король отступает, еще один шаг с поля Д4, нападение на пешку Б2. Белый король защищает пешку, уходит из-под шага, черный нападает на ферзя, белый защищается пехотинцем, но следует шаг с поля Ф5. Белый перекрывает линию огня белопольного слона противника, но после хода слона А3 выясняется, что черные создают угрозу хода ладья Ж2 с выигрышем ферзя, либо с матовой атакой. И осознав все это, предводитель армии белых принимает решение пожертвовать своей королевой, но найти себе новую, более красивую и молодую на поле А8. И Крамник сыграл А5. Ладья расчищает пред пешкой дорогу. Не дай бог малютку обидит злодей. А пешка шагает себе понемногу, надеясь, что мир не без добрых ладей. Анант пошел ладья Ж2, выигрывая ферзя, белая пешка мчится вперед. Последовало взятие на поле Е2, шаг с поля Ф5. Если теперь король отступает на поле С1, то черный дает шаг с Ф4, затем шаг с поля Д4, шаг с поля Ж1 и подбирается к пешке на поле. Б2 забирая эту пешку, нападая на ладью и задерживая проходную соперника. То есть на продолжение А7 черный забирает на Б2, затем на А3 останавливая пешку и побеждая. Поэтому Владимир отступает на поле Б3, но и в этой ситуации белый также проигрывает. Следует шаг с Е3, затем продолжение ферзи Е2. Таким образом черный остается с ферзем и слоном, а пешка не успевает никуда пройти. На ход А7 черный дают шаг, затем еще один шаг и продолжением слон Б1 заканчивает борьбу. Поскольку в случае отступления короля на поле А1 последует мат в два хода. Если же король отступает на поле Б3, что не случилось в партии, поскольку Владимир Крамник сдался. Так вот на ход ферзь Б3 черный забирает пешку на поле Ф3. Затем дает еще несколько шагов белому королю и задерживает проходную пешку своим слоном. Вот таким образом завершилась третья партия матча на первенство мира между Виши Анандом и Владимиром Крамником. Напоминаю, что вы сейчас можете посмотреть обзор шестой партии. Ну и также не забываем ставить лайк и подписываться на обновление канала. Бейте в колокол и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok